Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркуриева. Здравствуйте. Итак, коротко о самом главном. Общие цели и задачи. Администрация города и общественники наметили план работ по благоустройству курорта. Не все цветы одинаково законны. Как не получить штраф за весенний букетик, расскажем. Сезон повышенного внимания на дорогах. Сотрудники госавтоинспекции начинают профилактику аварий с участием двухколесного транспорта. На этой неделе городская поликлиника заработает в обычном режиме. Реконструкция регистратуры практически завершена. Остались последние штрихи. Напомним, решение о модернизации лечебного учреждения приняли глава «Анапа» Сергей Сергеев и депутат Государственной думы Иван Демченко. Во время рабочего визита в поликлинику были выделены значительные средства на ремонт помещения и закупку нового оборудования. Общестроительные работы полностью завершены. Идет установка мебели, информационных стендов, наладка технологического оборудования и компьютерной техники. Появились специальные окна для обслуживания маломобильных граждан. Кроме того, теперь здесь заработает электронная регистратура, благодаря которой должно сократиться время ожидания. Пациенты не будут стоять в очереди около стойки регистратора, а будут иметь свой талончик. И, соответственно, будет вызываться каждый пациент к стойке регистратора. Это новшество, это ноу-хау наше в поликлинике. Кроме того, отремонтированы и оснащены новым оборудованием кабинеты лор-врача и офтальмолога. Открыт второй процедурный кабинет. Но и на это модернизация лечебного заведения не заканчивается. Сегодня идет ремонт доврачебного смотрового кабинета в планах обновлений и остальных кабинетов поликлиники. Анапа онлайн. Новый проект стартовал на сайте нашей телерадиокомпании. Теперь наиболее значимые и живописные места города можно посмотреть в режиме реального времени. Центральный пляж, набережная, главная улица курорта, всего 8 веб-камер. Но это только начало. Мы будем расширять географию нашего виртуального присутствия. Круглосуточно, с высокой скоростью потока и хорошим качеством, чтобы увидеть наш город во всей красе, необходимо просто кликнуть на ссылку, расположенную справа, и выбрать интересующее вас место. Появление в Анапе новых зеленых зон, ремонт дорог и тротуаров, установка остановочных пунктов. Эти и многие другие вопросы сегодня обсудили на встрече координаторов органов территориальных общественных самоуправлений с заместителем главы Светланы Яровой. Руководитель органа ТОС номер 6 Людмила Шмакова подготовила целую папку с пожеланиями анапчан, прикрепленными фотографиями и листами с подписями. Среди самых горячих вопросов установка на углу улиц Ивана Голубца и Шевченко светофора или ограничивающего скорость знака. Рядом школа, а на злочастном перекрестке часто происходят аварии. Руководитель ТОС номер 22 Людмила Назаренко предложила разбить сквер на пустыре в районе здания пенсионного фонда и гаражного кооператива. Светлана Яровая рассказала про поручение главы Анапы Сергея Сергеева о том, что в городе появлялось больше зеленых зон. Также она сообщила, что подписано постановление о присвоении участку на улице Лермонтова статуса зеленой зоны. Данное целевое назначение мы закрепим этот участок за муниципальным учреждением, которое будет его ухаживать, сидеть постоянно. Жители 12 микрорайона беспокоит судьба сквера на улице Чехова 2, поделилась председатель домового комитета номер 27 Наталья Ключникова. Светлана Яровая прокомментировала, что этот земельный участок сформирован и там предлагается сделать сквер, посвященный 80-летию Краснодарского края. А координатор микрорайона Алексеевский Наталья Иванова говорила о дорожном ремонте. Часть улиц микрорайона нуждается в срочном восстановлении тротуарного покрытия. Тротуары. Конечно, многие улицы, но нам самое главное – это станичная, это кримичная, потому что там маршрут ходит двойкой, 17-й и таежная. Вот эти улицы. Нет тротуаров вообще. Люди ходят по дороге. Подводя итоги встречи, Светлана Яровая заверила, что все озвученные проблемы будут систематизированы, разделены по темам и блокам и доведены до служб города. Их выполнение будет поставлено на контроль. Также Светлана Владимировна подчеркнула, что в ближайшее время вместе с общественниками и представителями ответственных служб побывают в местах, требующих благоустройства, чтобы на месте наметить пути дальнейших действий. В выходные неравнодушные горожане приводили в порядок городские улицы и придомовые территории. Субботники чистоты. 16 апреля жители курорта выйдут на всекубанский субботник. Такую картину можно было наблюдать в самых разных районах муниципалитета. В Алексеевке на субботник вышли местные жители совместно с работниками Дома культуры. Здесь убирают прибордюрную часть дороги, белят деревья. Постепенно будут все выходить. Человек по 15, по 20. Каждую неделю, каждую субботу будут выходить и убирать. Посадим цветы, деревья, побелим деревья. Будет чисто и красиво в нашем микрорайоне. Сотрудники управления муниципального контроля продолжают следить за соблюдением норм благоустройства на прилегающих к строительным площадкам территориях, как в городе, так и районе. Очередной вынос грязи на проезжую часть допустил водитель большегруза при разгрузке стройматериалов на улице Гостевая 59 в районе Пионерского проспекта. Все строительные объекты должны быть оборудованы мобильными мойками, чтобы удалять грязь с колес техники перед выездом со стройплощадки. Ко всем, кто игнорирует требования администрации, применяются меры административного воздействия. На месте, получается, выявленного факта правонарушения был вызван сотрудники ГИБДД. Они привлекли к ответственности уже по кодексу об административных правонарушениях водителям штраф в размере 10 тысяч. Убедительная просьба к всем, кто сейчас занимается стройкой, погода позволяет, но соблюдать именно чистоту и порядок на прилегающей территории к вашим объектам. В преддверии 8 марта в Анапе началась бойкая торговля цветами. Вместе с этим открылся и сезон охоты на краснокнижные первоцветы. В администрации города предупреждают, в соответствии с законом об охране окружающей среды, запрещена любая деятельность, которая сокращает численность растений, занесенных в Красную книгу. Причем поплатиться рублем может не только продавец, но и покупатель. На многочисленных цветочных базарах курорта традиционные весенние цветы – тюльпаны, нарциссы, мимозы, гиацинты. Ландышей и подснежников не видно, да и сами продавцы говорят, что даже не знают, как выглядят краснокнижные первоцветы. Я не видела даже такого, ни ландышей, ни подснежников. Несмотря на то, что клиенты очень регулярно их спрашивают, все равно не видела ни у кого, что привозили. Тюльпаны, мимозы, нарциссы и гиацинты. Тюльпаны берут чаще всего. Весна, все хотят красоты. Также популярностью пользуются и цветы в горшках, ведь такой подарок будет радовать намного дольше, к тому же их можно купить заранее. У нас принципиально было, чтобы купить живые цветы, не срезанные, а именно, которые живут, растут и цветут. От покупки краснокнижных цветов просят отказаться и экологи. Так можно помочь сохранить популяцию редких растений. О недобросовестным продавцам специалисты управления торговли напоминают – штраф за сорванные первоцветы намного выше, чем выгода от их продажи. С наступлением весны на дорогах становится все больше мотоциклистов. Увеличивается и количество аварий с их участием. За 2016 год в Анапе зарегистрировано 20 ДТП с участием двухколесного транспорта, в результате которых погибло 3 человека и 18 получили ранения. В этом году едва успела установиться теплая погода, как подобная авария уже унесла жизнь одного мотоциклиста. 5 марта на трассе Анапа-Суко водитель мотоцикла «Хонда» при закруглении дороги превысил скорость, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем «Митсубиси-Лансер». Мотоциклист погиб, водитель автомобиля и его пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. По статистике, аварии с участием мотоциклистов чаще происходят именно по их вине. Однако инспекторы ГИБДД напоминают, что водители автомобилей также должны осознавать степень своей ответственности перед менее защищенными участниками дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, госпитализация призывает вас быть внимательнее на дорогах, относиться к мотоциклистам и велосипедистам с особым вниманием, поскольку дорожно-транспортные происшествия с их участием имеют самые тяжкие последствия. А водителям мото- и велотранспорта необходимо изучать и строго соблюдать правила и меры личной безопасности. И новости спорта. Сборная Анапы заняла первое место на четвертом открытом турнире на Кубок главы города по волейболу среди женских команд, обойдя своих принципиальных соперниц из Краснодара. В городском управлении физкультуры и спорта говорят, что турнир позволит привлекать больше молодых ребят к занятиям волейболом и намерены расширять его географию. Здоровый азарт и торжество командного духа. На площадке команда «Мегаспорт» из Краснодара и команда из Новороссийского университета имени Адмирала Ушакова. Также в турнире приняли участие сборная Анапы и команда 10-й детско-юношеской спортивной школы «Хозяева площадки». Если говорить о юношеских командах, то, конечно, это больше идет игровая практика, получение игровой практики, нарабатывание, прежде всего, умение играть на официальных соревнованиях. Что касается взрослых женских команд, это непримиримая борьба постоянных отличных соперников, которые, собственно говоря, встречаются здесь из года в год. Наталья Гладышева увлекается волейболом с первого класса. Работает тренером в спортшколе «Виктория», капитан Анапской сборной. Принципиальная соперница анапчанок – команда «Мегаспорт» из Краснодара. Три года назад они выиграли турнир. В прошлом году первое место было за сборной города-курорта. «Настроены тоже на первое. С краснодарцами последняя игра у нас. Настраиваемся». Визави Натальи по площадке – Олеся Денисенко. В ее команде участницы из самых разных городов тренируются самостоятельно, собираются для участия в турнирах. «Здесь атмосфера очень дружелюбная, и всегда это проходит в районе марта. И прекрасная погода. Мы потом можем командой погулять по набережной и, соответственно, встретиться со всеми теми командами, с кем мы встречаемся только на этом турнире». В итоге первое место – «Ованапчан». Краснодарская команда на втором месте, на третьем – «Новороссийцы». Четвертое место – за десятой спортшколой. Организаторы планируют расширить географию участников турнира. Считают, что его проведение помогает сделать волейбол еще более популярным среди молодежи. «Мы надеемся, что больше будет интерес к этому турниру. У нас молодежные сильные команды, женские, да, потому что у нас хорошо развит и пляжный волейбол, на основе классического волейбола. И хороший тренерский состав работает. Сейчас вот хорошо у нас начало подниматься. Я говорю, молодежь, именно мальчики стали участвовать в турнирах. Они вот пришли первенство Краснодарского края в финал». Сегодня в Анапе волейболом занимаются спортшколы номер 10 «Олимп» и «Виктория». Спортивные залы есть в общеобразовательных учебных заведениях. В городе действует 25 многофункциональных площадок, а пляжный волейбол может стать настоящей фишкой города-курорта. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам нового партнера программы «Новости». Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Особое внимание мужчин в канун праздника 8 марта. Лучший подарок женщине – спа-процедуры, массаж и чашечка кофе от лучшего итальянского повара. Все это в «Анапа-Океан». Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога, УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Программа «Детокс-очищение организма».